С главными событиями С главными событиями В частности, на строительство школ предполагается дополнительно выделить минимум 25 миллиардов рублей. Будет финансирование из среднего профессионального образования. Пример напомнил, что уже принимались решения о выделении значительных средств на поддержку малого бизнеса, включая развитие сети региональных лизинговых компаний. Кроме того, будет стимулироваться и развитие жилищного строительства в регионах. Действовать планируется по нескольким направлениям, в числе которых обеспечение участков инфраструктуры и поддержание региональных программ благоустройства городов на уровне современных стандартов. Будет продолжена и программа по строительству безопасных современных дорог. Пример также добавил, что необходимо продолжить работу по расширению экспортных возможностей для промышленности, для сельхозпроизводителей и по другим направлениям. Бизнес-инкубатор 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 станет финальным пунктом, который региону необходимо выполнить по федеральному закону о развитии малого и среднего предпринимательства в части создания инфраструктуры для бизнеса. По словам главы региона Игоря Кошина, бизнес-инкубатор станет одним из эффективных инструментов социально-экономического развития нашего округа. Об этом он заявил в ходе прямой линии, которая прошла на радио Наринмар-ФМ. В ноябре мы завершим полностью создание инфраструктуры для малого бизнеса. У нас есть фонд, есть лизинковая компания, будет бизнес-инкубатор. Все это будет в одном месте. Пожалуйста, занимайся своим делом. Бери, получай грант. Не хочешь получать грант, просто бери бизнес-идею, тебе помогут ее просчитать. Давайте заниматься. Но при условии, как только мы исключим конкуренцию государства с бизнесом, тогда вопросов не будет. На сегодняшний день нам по большому счету не важно, кто оказывает услугу населению. Либо это государство, либо бизнес. Важно, кто ее финансирует. Государство. Это первое. И важно второе, чтобы эта услуга была оказана одинаково качественно. Что бизнесом, что государством. Мы говорим о том, что мы готовы часть социального бюджета отдать малому бизнесу, отдать некоммерческим организациям, потому что там люди более активные. В настоящее время в помещениях на улице Ненецкой-3, предназначенных для бизнес-инкубатора, проводится ремонт. Завозится мебель и обустраиваются рабочие места для потенциальных клиентов с телефонной и интернет-связью. Возможность разместиться в офисах бизнес-инкубатора будет предоставлена предпринимателям на конкурсной основе. Существующий рынок труда должен быть занят местными жителями. Это главная задача, над которой предстоит большая работа. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителя округа. Александр напрямую обратился к губернатору с просьбой помочь в трудоустройстве. В этот же день мужчине, который долго не мог устроиться на работу, было предложено несколько вакансий. О том, как телефонный звонок помог решить проблему, расскажет Любовь Пермякова. Житель округа Александр стал первым дозвонившимся на прямую линию губернатора. Игорю Кошину он задал конкретный вопрос. С чем вы обращаетесь? Можно устроиться. Куда конкретно вы обращались? Куда ходили? Везде. Везде резюме, резюме, резюме. По словам молодого человека, работу он ищет по профессии электромонтажника. Летом этого года в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профобразования Центра занятости населения Александр получил данную специальность. С начала 2016 года Центром занятости населения на профессиональное обучение и образование было направлено 76 безработных и 7 женщин в период отпуска по уходу за ребенком. Граждане получили возможность пройти подготовку и переподготовку по таким специальностям, как оператор по добыче нефти и газа, делопроизводитель, слесарь-сантехник, экономика и бухгалтерский учет, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик и электромонтажник. На сегодняшний день из обученных в этом году у нас трудоустроилось 44%. Мы считаем, что это неплохой показатель, потому что основной целью профессионального обучения и дополнительного профессионального образования является повышение конкурентоспособности конкретного безработного гражданина, чтобы ему легче было трудоустроиться и найти работу. У многих, как мы видим по статистике, это получается, это помогает и облегчает трудоустройство. По словам Ольги Михайловны, после окончания профессионального обучения сотрудники биржи труда предоставляют безработному списки организаций и предприятий, куда требуются работники по данным специальностям. Устроиться ли гражданин на данную вакансию зависит не только от профессиональных и личностных качеств, но и от решения самого работодателя. Вчера мы также связались с гражданином, который задал этот вопрос, выяснили всю ситуацию по нему, он озвучил, куда он обращался. И на вчерашний день у нас было три вакансии, которые были ему предложены. Это электромонтёр, он завершил обучение по специальности по профессии электромонтажник по освещению и осветительным сетям. А вчера к концу дня у нас ещё добавилось две вакансии, поэтому сегодня мы также об этом ему сообщили. Также сотрудники центра занятости связались с руководителями организаций, которые предоставили вакансии по данной специальности. В ближайшее время кандидатура Александра будет рассмотрена. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». К зимнему сезону почти готовы. Приёмная комиссия завершает работу по оценке уровня готовности к осенне-зимнему периоду. Когда капитальный ремонт не решение всех проблем, жители многоквартирного дома в Наринмаре продолжают бороться за свои права. С 20 октября закрывается навигация на судоходных водоёмах в большинстве муниципалитетов Ненецкого округа. Исключение составляют западные районы региона – Канинский, Омский, Шоинский и Пёсский сельсоветы. Там навигация будет закрыта с 25 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кошин. Спасательные службы и ведомства предупреждают, что период установления в регионе низких температур и образования первого льда наиболее опасен. Выход на водоёмы в это время запрещен. По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, образование льда на реке Печора, включая порт Наринмара, начнётся 26-30 октября. Авиапредприятия и аэропорт Наринмара проходят проверку Росавиации по подготовке к зиме. Об этом сообщил генеральный директор Наринмарского объединённого авиаотряда Валерий Остапчук. Комиссия оценивает готовность к зиме каждой службы авиаотряда по направлению её деятельности. В частности, проверяется наличие запчастей, материалов, готовность техники, спецавтотранспорта, лётного поля, лётного и технического личного состава предприятия. Проверка всех служб и подразделений аэропорта и авиапредприятия продлится до 14 октября. По итогам 9 месяцев текущего года гражданская авиация Ненецкого округа налетала 12 206 часов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По местным воздушным линиям перевезено более 18 тысяч жителей округа, увеличение на 3% к прошлому году. Сентябрь 2016 года стал самым продуктивным месяцем предприятия за последние 8 лет по количеству произведённых налётов. При этом расходы предприятия также увеличились на 16% в сравнении с сентябрём 2015-го. По данным на 1 сентября, выручка предприятия превысила 1 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%. Таким образом, на сегодня авиаотряд вышел из убыточных производственных показателей по первому полугодию текущего года. В первые дни октября в Наринмаре и в посёлке Искатели произошло 4 случая ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Один из них зафиксировала камера видеонаблюдения. На камере видно, как по нерегулируемому пешеходному переходу двигается женщина в тёмной одежде. В этот момент водитель автомобиля Нива-Шевроле, двигаясь по улице Монтажников в посёлок Искателей, совершает на неё наезд. В результате ДТП женщина 1984 года рождения была доставлена в окружную больницу. По факту наезда на пешехода проводится проверка. В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий отдел госавтоинспекции просит граждан быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу в строго отведённых местах, при себе также использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, переходить дорогу только убедившись в безопасности данного перехода, то есть оценить скорость транспортного средства, также расстояние до приближающегося транспортного средства. Водителям рекомендуется, особенно с наступлением осенне-зимнего периода, не забыть сменить летнюю резину на зимнюю. Также сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям быть предельно осторожными, особенно в часы пик. Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики в округе составляет 98%. Такую оценку дал Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. В настоящее время паспорта получены на 1503 многоквартирных дома. Это практически все многоквартирные дома жилфонда на территории округа. За исключением девяти объектов выскателей, в них никто не проживает, и двух в Андиге и Красном, где проводятся капитальные ремонты. Работа на последних двух объектах завершается до конца октября. За последнюю неделю выдан паспорт готовности к эксплуатации в зимний период на многоквартирный дом в поселке Нель-Минос. На сегодняшний день все 48 котельных, обеспечивающих централизованную подачу тепла для социально значимых объектов и жилищного фонда, работают в нормальном режиме. Паспортами готовности обеспечены пока 37 котельных из 48. Срок выдачи паспортов теплоснабжающим организациям и электростанциям до 1 ноября. Готовность к зиме электростанций составляет 100%. 34 электростанции находятся в селах Заполярного района, одна в Наринмаре. Паспорта готовности выданы на 28 объектов. В настоящий момент проводится приемка энергетического сердца Наринмара и близлежащих поселков Наринмарской электростанции. В течение трех дней комиссия завершит свою работу и оценит уровень подготовки к осенне-зимнему периоду. Жители дома 52Б по улице Ленина продолжают бороться за свои жилищные права. В прошлых выпусках новостей мы уже рассказывали о проблеме многоквартирного деревянного дома в Наринмаре. Строение включили в программу капитального ремонта общего имущества. Сегодня на объекте вовсю кипят строительные работы. В перечень вошли 8 позиций. Казалось бы, можно только радоваться скорому обновлению дома. Но не в этом случае. Капитальный ремонт никак не решит главную коммунальную проблему. В доме насквозь прогнили выгребные ямы. В фонде содействия реформированию ЖКХ заявляют, что ремонт ям не входит в перечень обязательных работ по капитальному ремонту. Управляющая компания и рада бы отремонтировать выгребные ямы, но денег нет. Что делать? Извечный русский вопрос, ответ на который жители дома теперь продолжают искать с помощью активистов Общероссийского народного фронта. Ну, обшивку, крышу. Ну, почти все меняется. Ага. Почти все меняется. То есть, дому дают как бы шанс на новую жизнь. В доме 52Б по улице Ленина вовсю кипят строительные работы. Перечень впечатляет. Ремонт и утепление чердачных перекрытий, фасада, ремонт и замена цоколя, ремонт крыши, фундамента, внутридомовых инженерных систем, электро, тепло и газоснабжение. Впечатляет и стоимость капитального ремонта – почти 20 миллионов рублей. За жителей этого дома можно было только порадоваться. Но за ширмой капитального ремонта стоит огромная коммунальная проблема. По домам буквально гниют выгребные ямы. И начинать любой ремонт надо было именно с них, уверены жильцы дома. Мы говорили об этом, когда было это собрание, мы говорили об этом, что надо включить это в перечень работы. Да, да, да. Вот эти же канализации. Мы насчет холодной и горячей воды даже вообще ничего не говорили. Ладно бы молчать. Главное, чтобы туалет у нас сделали. О том, что в первую очередь нужен ремонт выгребных ям, жильцы дома действительно говорили на общем собрании с представителями фонда содействия реформированию ЖКХ. Но все дело в том, что ремонт выгребных ям не входит в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества. То есть мы вот столкнулись с той вот этой проблемой, когда под капитальный ремонт, ремонт выгребных ям, они не попадают. Да, да. И само понятие, это как бы для всей России понятие, скажем, капитального ремонта, вот эти туалеты прямого падения, эти выгребные ямы, их просто вот не существует. Однако вот эти наши старые дома, сколько возраст дома? Ну, кто-то говорил, что 73-го. Так, и дома, в которых жителям предстоит жить еще очень долго, надо в этом признаться, они, конечно, должны быть прежде всего без запаха. Они должны быть устойчивыми, они должны быть комфортными. Ну, а когда такое положение, при отсутствии канализации, вот эти состояния выгребных ям, конечно, говорить об этом не приходится. Отремонтировать выгребные ямы рада бы управляющая компания, служба заказчика. Но средств на это нет. В их обязанности входит только текущий ремонт. По словам директора службы заказчика Виталия Ивашенко, остается только один выход. Мы будем совместно с жителями как-то это выходить из положения. Решение коммунальной проблемы знают и жильцы дома. Решение проблемы довольно-таки простое. Либо сделать септик, либо подключиться к системе канализации центральной, которая у нас в соседнем доме есть. Дом идет под снос этот. Также там есть водоснабжение. То есть протянуть здесь, в принципе, несложно или поставить септик. Это идеальное решение. Потому что ямы – это уже вчерашний прошлый век, скажем так. Но в план работы это не входит? В план работы не включено. И как нам объяснили, что денег на это нет и в ближайшее время не предвидится. То есть мы должны сами как-то всю эту проблему решать. И эта проблема – это серьезная проблема. Впрочем, организовать ремонт выгребных ям самостоятельно, совместно с управляющей компанией – не единственный выход из положения. Как известно, перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов можно скорректировать на уровне регионов. А значит, можно предложить включить ремонт выгребных ям в региональную программу по капитальному ремонту. Жильцы дома надеются, что помочь в решении проблемы смогут активисты Общероссийского народного фронта. Мы этот вопрос обсудим очень тщательно, найдем решение. Действительно, вот такие вот моменты, которые оставляются без внимания, как выгребные ямы. Ну, как может быть проведен капитальный ремонт всего дома, а людей не подключили к обычным системам водоотведения и канализации. И люди еще должны в нем 30 лет жить после этого ремонта с этими же своими проблемами. Кто, а главное, когда поставит точку в этом вопросе, покажет время. Решение коммунальной проблемы жильцов дома 52Б по улице Ленина станет прецедентом решения аналогичных проблем в регионе. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Участковые региона поборются за звание лучшего. Жителям Ненецкого округа предлагают проголосовать за своего участкового полицейского. В регионе стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». Дан старт второму этапу конкурса «Народный участковый-2016». До 16 октября жители округа посредством онлайн-голосования на сайте Управления МВД России по Ненецкому округу смогут определить одного участкового, работающего на территории Ненецкого округа. Он и будет принимать участие на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Свою карьеру претендент на звание «Народного участкового-2016» года Андрей Никонов начал в 2007 году. Именно тогда на семейном совете было принято решение кардинально поменять жизнь всей семьи Никоновых. И, оставив работу строителя в Наринмаре, вся семья отправилась в телевизор. Как признаётся скромный участковый, поначалу работать было непросто, ведь на селе все друг за друга заступаются, поэтому в отношениях со своими односельчанами старается держать нейтралитет. «Поначалу было сложно привыкнуть к совершенно другому ритму жизни. Сейчас я уже как бы втянулся. Надо понимать, что работа участкового, особенно на селе, это выходные, невыходные. Если есть сообщения о преступлениях, о правонарушениях, то идёшь и совершаешь проверки по данному факту». Пригодился на новом месте и опыт в строительстве. Сейчас у большого семейства уже есть свой дом и участок. Как признаётся сам Страж Порядка, на победу очень надеется. Говорит, народного участкового должно отличать спокойствие и выдержка. Конкурентом Андрея Никонова выступает лауреат прошлогоднего конкурса Стас Шистарев. Как и в прошлом году, жители Каратайки намерены активно голосовать за своего народного участкового и надеяться на его победу. Да и сам конкурс в первую очередь направлен на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. После голосования за кандидатов на региональном уровне участников ждёт ещё один тур. Третий этап общероссийский, где лучший наш участковый будет представлять уже наш округ в Москве в Министерстве внутреннего дела Российской Федерации. Жители округа могут ознакомиться с анкетами каждого конкурсанта и проголосовать на сайте ОМВД посредством одного из аккаунтов социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники или Фейсбук за того, кто, по их мнению, достоин звания народного участкового. Напомню, голосование продлится до 16 октября. Елена Семёнычева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Стражи порядка Ненецкого округа пресекли незаконную организацию азартных игр. Подпольный клуб работал под видом букмекерской конторы, но процесс игры отметили полицейские, аналогичен игорной деятельности. Накануне оперативниками была получена информация о том, что в подвальном помещении, расположенном по улице Ленина, 39А, проводятся азартные игры. Вроде проведенных оперативно-радостных мероприятий установлено, что там производятся незаконные азартные игры. В ходе мероприятий изъяты 6 компьютеров, а также денежных средств около 10 тысяч, полученные незаконным путем. В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. На этом пока все. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...